Мы не можем запретить людям верить в кого они хотят, как они хотят и сколько они хотят. Очень много есть видов гаданий, которые реально вредны человеку. Духовная боль, она сильнее, чем физическая. У нас гадалки и экстрасенсы исчезнут, если на законодательном уровне запретить. Они просто по-другому назовутся, и будет все то же самое, потому что спрос рождает предложение. Любовь в большинстве случаев побеждает все. Потомственная колдунья вернет мужа в семью, отворот, приворот, предскажу судьбу по стеклянному шару. Интернет предлагает тысячи подобных объявлений. Возможно, скоро их россияне не увидят. В Госдуме готовят законопроект о запрете деятельности магов, гадалок и колдунов. Инициаторы говорят, такая мера необходима для защиты людей от шарлатанов. Кроме того, депутаты намерены остановить и волну рекламы чародейских услуг. Так что магию и волшебство могут запретить законом. Правда, Деда Мороза это не касается. Мы спросили кировчан, пользуются ли они услугами гадалок и верят ли в волшебство. Если сильны, то, конечно, некоторым. Но мы их не видим, их не показывают. Они в другом месте работают. А вы думаете, нужно ли запрещать их деятельность? Ну, которая неклафицированная, так надо запретить это, потому что обман. Просто не верю. И никогда не думали обращаться, например? Нет. А как вы считаете, нужно ли запрещать их деятельность на государственном уровне? Да нет, наверное. Ну, то есть это выбор каждого, я считаю. Кто верит, тот верит и обращается. Я не знаю. Дело в том, что... Как говорят, расскажи свои мысли Богу и рассмеши его. Поэтому это все настолько неустойчиво, настолько шатко, что шаг влево, шаг вправо, это все меняется. Как это можно предсказать? А как вы считаете, нужно ли их запрещать вообще, чтобы они оказывали свои услуги? Знаете, насколько я свою жизнь усвоила. Чем больше запрещают, тем больше это... В моду входят, что ли? Православная церковь их отрицает. А никогда не хотелось узнать там судьбу свою какую-нибудь? А смысл? Нет, не верю. А почему? Не знаю. Конечно. Обращались когда-нибудь? Нет. Я сейчас смотрю битву экстрасенсов. Почему люди идут к экстрасенсам и нужен ли запрет на магическую деятельность в нашей стране? Обсудим сегодня с нашими гостями. У нас в студии психолог, практикующий таролог, специалист по мантике Наталья Новикова, ведунья Екатерина Казакова, протеерей Андрей Лебедев и представитель общественности Багир Шариф. Всем здравствуйте. Здравствуйте всем. Ну, наверное, да, давайте начнем с вас, Наталья. У вас на странице написано определение негатива, магических воздействий. То есть вы работаете с магией. Как вы относитесь к идее того, что хотят запретить это на уровне государства? Давайте я, знаете, как сделаю. Я все-таки передам слово мужчинам, вот, потому что все-таки это закон. Я думаю так, что сначала должны высказаться представители общественности, официальных, так сказать, органов, как они к этому относятся, да. А я же лицо неофициальное. Поэтому я сначала с удовольствием Багира послушаю, например, на этот вопрос. Багир, пожалуйста, как вы относитесь к такого рода инициативам? Если это наука, значит, должно быть научная некая, так сказать, основа под этим процессом, да. И если это добро, мы должны это понимать. Но чаще всего возникает вопрос, а есть ли вообще ответственность вот в этом процессе? Если я правильно понимаю, это стоит денег. Ну, как правило, всегда. Ты приходишь, и даже психолог штатный, он тоже стоит денег. Это бизнес. Я, стоп, да, это бизнес. Вот скажите, я прихожу в храм иногда, прихожу на исповедь. Для меня не берут это деньги, первое. Второе, вопрос ответственности. Я никогда не слышал чего-то, что может мне быть не очень полезно. А, ну, сам в своей жизни сталкивался с моментами, когда, так сказать, я слышал какой-то приговор и понимал, что это не стоит денег. Так вот, у меня вопрос. Есть ли ответственность за, там, рекомендации или, ну, некие действия, которые, так сказать, предлагают человеку? Прямо дайте спросить. Вы мне ответили на вопрос, вы за или против запрета вот этой магической деятельности? Это надо упорядочить. Вы считаете, что пусть останется, но нужно упорядочить? Если это шоу, то это шоу. Мне крайне важно, чтобы эта деятельность не приносила зла. Давайте все-таки... Можно я, Багир, вопрос задам? Тогда я уточню вопрос, Багир. Вот смотрите, кто выступил инициатором этого законопроекта? Выступил Александр Спиридонов, зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле. То есть, если бы государство чувствовало опасность от, ну, вот, от такого рода деятельности, да, то инициатором выступил бы здесь председатель комитета по безопасности, да? А здесь выступил председатель комитета по промышленности и торговле, понимаете? То есть, мне кажется, что эта задача какая здесь? Лицензировать эту деятельность. То есть, опять же, с этого что-то получить. Вот, если бы, то, но опасности государство здесь для себя не чувствует. Как вы думаете? Государство, я боюсь, что там очень много представителей этого отрасли находится прямо в Государственной Думе. Ну, вот это мое личное мнение, да, нужно просто посмотреть еще. То есть, там в Госдуме сидят маги-чародеи. Ну, тут же такое ощущение, что да, если вот... А давайте мы других участников тоже пока послушаем, прежде чем перейдем к какой-то дискуссии. Отец Андрей, вот считается, что официальная церковь, в принципе, против деятельности, вообще против магов, чародеев и экстрасенсов. Так ли это все однозначно или все-таки нет? Конечно, изначально, с самого начала церковь еще и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, она выступает против. Почему? Потому что логика очень простая. В мире существует всего три силы. Сила Бога, сила человека и сила падших духов дьявола, да, которые пытаются уворовать у человека, либо у Бога какую-то силу. И поэтому, вступая как бы в контакт с людьми, которых мы называем там ворожеями, да, в древнем языке или современными, многими психотерапевтами или даже там какими-то людьми, которые считают себя с инструкторными способностями, получается, что к какой силе мы подключаемся в этом отношении. Это не значит, что церковь говорит, что она может быть единственным источником силы от Бога, да, но всегда стоит главный вопрос о том, как мы можем помочь. Конкретный пример. У нас есть такая знакомая, которая говорит, я вам могу помочь, чтобы у вас не болела нога. Но знайте, что вы будете расплачиваться своей душой или там здоровьем ваших близких, родных. Вы согласны на это или нет? То есть она говорит, я черный маг официально. У нас более, может быть, сложный вопрос, что многие люди считают себя белыми, зелеными магами. Вот, кстати, да, черная и белая магия. Это что с точки зрения? Поэтому церковь, в первую очередь, вступает против тех, кто пытается своей деятельности говорить, что они точно от Бога. Приезжала такая, скажем, такая экстрасенс, она говорила, что она лечит от Бога. Она ставила икону и говорила, что вот она проводником является Бога, и теперь она будет лечить. Когда туда приходили представители церкви, она говорила, выведите их из зала, они мешают мне проводить обряд. То есть даже не говоря, что они там ничего не говорили, просто присутствовали. То есть в этом отношении наша задача предупредить православных именно людей, которые себя относят к православной традиции, чтобы они ни в каком варианте, ни в каком формате не общались, собственно говоря, с шарлатанами, теми, которые себя считают представителями каких-то светлых энергий, божественных сил космических. Но по факту они общаются с падшими духами, с падшими ангелами. Подождите, вот можно... Это очень важный момент. Вот вы говорите, что если это от церкви, то есть вот эти экстрасенсы говорят, что они там проводники к Богу, то церковь против, а если они так не утверждают, то как бы церковь... Нет, мы не понимаете, мы не можем запретить людям верить, в кого они хотят, как они хотят и сколько они хотят. Наша задача как бы две части. Первая, чтобы показать, что люди, которые считают, что они белые маги от Бога, что это не так. И вторая часть, что мы очень занимаемся, те, кто люди занимаются магией, понимают или нет, что они общаются с какими-то инфернальными темными силами под предлогом благих каких-то намерений и светлых сил. Поэтому, конечно, в целом надо как бы сначала выяснять вот этот вопрос, о чём, наверное, говорил Байкер. Екатерина, можно вам... Да, вот я сейчас и хотела прокомментировать, да, то есть, допустим, чем отличается белая магия от чёрной магии, да. Ну, по факту это одна и та же энергия, да, то есть у нас, в принципе, всё одинаково, да, то есть нету хорошего, нету плохого, да, то есть то, как мы относимся к этому, как мы это оцениваем, это и есть как бы оценкой. И скажу, белая, в моём понимании, да, это лично моё мнение, белая, это когда ты в помощь что-то человеку делаешь, и чёрная, когда ты делаешь что-то против человека другого. То есть отсушиваешь и присушиваешь? М? Ну, присушиваешь и отсушиваешь. Есть такие истории? Ну, утрированно, скажем, да. То есть в хорошем смысле это когда? Да, потому что можно в церковь, я очень часто, когда ко мне люди приходят, и я понимаю, что я, например, не в силах помочь, да, то есть имеется в виду, я церковь направляю, я очень сама люблю ходить как бы, да, в церковь, да, то есть женский монастырь, мне очень нравится вот неусыпаемый псалтырь, да, то есть... У вас написано, что вы ведунья, что это значит? Ведунья – это, скажем так, знаете, как вот есть общий доктор или врач, да, и есть, допустим, специалисты лор, там, окулист, ещё что-то, да. Вы считаете себя врачом? Нет, я врачом себя не считаю, если и врачом, то врачеватель души человека, скажем так, да, то есть тем или иным образом я ему помогаю, чтобы ему легче стало, да. А каким образом, что вы делаете? Я разговариваю с человеком, да, то есть объясняю ему какие-то моменты в его жизни. А вы эти моменты откуда знаете? Это у вас жизненный опыт или у вас какие-то знания? Вы знаете как? Во-первых, я сама, да, то есть до 2010 года я жила, скажем так, как я говорю, обычной жизнью, да, земной, там, ещё что-то такое. У меня произошёл, как я называю, волшебный пендель, да, у кого-то это клиническая смерть, у кого-то онкология, у кого-то ещё что-то. У меня, слава Богу, по эмоциональным как бы, да, то есть по личной жизни, скажем так, были, да, запросы. Я стала заниматься, развиваться, я прошла очень много обучения, да, то есть я весила, давайте вот начнём с того, что я весила 105 килограмм, носила 62 размер одежды. Потому что вот, наверное, не умела в тот момент именно любить себя. Я пытаюсь просто понять, какими знаниями вы обладаете, что вы, что-то видите, слышите, не знаю, что-то знаете о мире не только, чего нужна ему. Я чувствую, я чувствую многие вещи, я чувствую эмоции другого человека, да. Подождите, ведь можно, вот вы говорите, что вы даёте советы, у меня что-то произошло. Рекомендации, рекомендации, да. Друг погрузится в вашу ситуацию, и вы будете вместе сидеть и страдать, и не сможете выбраться. Вы несёте ответственность за свои рекомендации или нет? Да, каким образом у человека начинает меняться жизнь, да, почему? Потому что я через многие трудности прошла сама, и мне многие моменты, так как я проходила разные очень обучения, да, это самое, то есть и по психоэнергетике, и как провокативный психолог, и как сейчас вот я проходила у Алексея Халяпового обучения, да, то есть разным методом. Методом имеется в виду, я познавала себя, я чувствую другого человека, у меня есть понимание. Не то, что что ему во благо будет или что ему во вред будет, а, наверное, это, знаете, как вот я вижу ситуацию со стороны, я не включаюсь. Если вы как друзья сидите, вы оба включаетесь в эту ситуацию или в какую-то проблему своего друга, и вам обоим сложно. Да, он вас выслушал, да, он вас поддержал, но чаще всего вы не прислушиваете деньги. Нет, можно ключевой вопрос в этом? Да. Вы как бы говорите это из своей практики, тогда вы просто один из вариантов психолога. Если вы... Подождите, человек не профессиональный психолог. Ну, конечно, есть... Классического психологического образования у меня нет. Конечно, сейчас очень много психологических всяких организаций, которые, не являясь профессиональными психологами, не просто говорят поговорить, да, как бы, но при этом вы... Ключевой момент для нас вот какой, как граница. Вы привлекаете в этом отношении какие-то высшие силы к этому, или вы говорите просто из-за опыта жизни, из-за опыта психологических практик. Хорошо. Тогда что в вашем понимании привлечь высшие силы? Ну, я не знаю. Мы все под Богом ходим. Каждый несет ответственность. У нас есть шаман. Человек приходит к нему, он совершает камлания, впадает в транс, и от высших сил не своим голосом ему говорит. Все четко и понятно, да, как будет. Чаще всего шаман, вот если в моей практике, да, это самое чаще всего шаман, это тот, кто работает с духами. Вы с духами не работаете? Нет. Вы с духами? С духами я не работаю. У меня ближе, да, идет как бы к психологическому такому, да. И я на самом деле тоже вот это, мне кажется, надо каким-то образом упорядочить, да. То есть вот, ну, я, например, готова прийти, да, то есть давайте вы меня проверите, давайте там еще что-то, да. Почему тогда, если вот вы говорите, что это по большей части психология? Хорошо, но вот мы когда готовились к программе, изучали абсолютно разных людей в интернете, не только в нашем городе, вообще по всей стране, и у очень многих написано на каких-то страницах в интернете, что психолог экстрасенс, или там психолог таролог, вот как у вас, да. То есть вы психолог по образованию? Да, по образованию психолог. И таролог, вы с картами таролог пришли. Тоже по образованию, но тут не только. Ну, подождите, где у нас образование таролога дают? Нормально дают образование. У вас бы дипломировали таролог, вам вручали никому. Значит, ну, да, получается, причем я учусь на таролога уже очень давно. То есть, смотрите, карты таро я осваивала. Значит, психолог у меня высшее образование психологическое, второе, первое, историческое. Вот, в 2000 году я закончила психологический факультет университета. Вот, дальше, значит, основы таро я осваивала сама. Вот, затем я ездила на фестивале тарологов, где, в Москву и в Санкт-Петербург на ассамблее. Понятно, ну, то есть я имела в виду, что это официальное образование. Официальное образование. Хорошо, мы вас поняли. Чего поняли, я еще не сказала ответ на вопрос. Нет, нет, у нас... Где вы учились? Я отвечаю, где я... Я поняла, что вы прошли какие-то курсы. Нет, я сейчас скажу, это не курсы, это Академия Таро-Аротрон. Хорошо, я поняла вас. Можно вопрос тогда? Да, пожалуйста. Где вы для себя решили, что вам не хватило просто психологии, просто психологических практик, и вы решили, что именно нужно еще привлекать именно практики тарологов? Почему решили? А вот я сейчас это и покажу. Официальная церковь против таро? Конечно, потому что... Вот, смотрите, значит, как я пришла к этому, так сказать, да? Дело в том, что в институте, когда мы учились на психологов-то, там же много очень разных методов по психологии, да, очень много разных направлений. И я влюбилась в Карла Густава Юнга, вот, в архетипы, вот, в архетипы нашего бессознательного, потом в те тесты, которые называются проективными методиками по психологии, да, рисуем рисунок, и по этому рисунку, например, можно там о человеке много чего сказать, да, или тест Роршаха, чернильное пятно, вот, и то, что там видит человек, дает его очень большую характеристику. И мне это так нравилось, я была просто в восторге. И, естественно, продолжением этого послужили метафорические ассоциативные карты, которых у меня 10 колод разных. Это, да. Это, вообще, это любовь. Вот, и затем, естественным образом, как-то вот для меня получается так, я пришла к таро, потому что... Ведь что такое таро? У принцип и у таро метафорических ассоциативных карт одинаковый. Один. Это там и там идет связь с архетипами нашего бессознательного. Что такое архетипы и бессознательные, это к юнгу, я думаю, это не наша сейчас тема передачи. Так вот, и естественно, что для меня это продолжение, но чем отличается таро для меня, да, как психолога, от метафорических ассоциативных карт. Метафорические ассоциативные карты – это набор картинок. Они друг с другом не связаны. Вот. А таро – это система. А как вы думаете, почему церковь против таро? Ой. Наверное, там, потому что определенные арканы есть. Я вот, знаете, для себя поняла, почему церковь против гаданий, против вот духов. Я вас, кстати, целиком поддерживаю. Почему? Объясняю. Вот. Я серьезно говорю. Вот. Я целиком поддерживаю. Почему? Потому что, вот, смотрите, очень много есть видов гаданий, которые реально вредны человеку. Вот, например, вызов духов. А есть полезные гадания? Нет, нет, нет. Священник говорит, что нет полезных гаданий. Все гадания вредны. Там священник молчал. Он головой кончал. Он подтверждает, да? Так вот, и по поводу таро, я вот, в общем-то, не знаю, почему. Потому что, вот, что метафорические карты, что таро, принцип действия абсолютно одинаковый. Так-то могу предсказать судьбу или нет? Что, по таро-таро? Да. Можно, таки по метафорическим картам можно. Судьбу предсказать. Поэтому сейчас... Вот я вам даже сейчас нарочно принесла, вот вам покажу. Я показываю вам три карты. Вот, какие-то здесь таро, а какие-то здесь метафорические ассоциативные карты. Какая вам понравится? Нет, просто первая таро. Первая таро, вторая метафорическая. Третья метафорическая. Вот это таро, это таро, это метафорическая карта. То есть, вот так вот и многие психологи, очень многие работают с таро, просто не называют. Поэтому сейчас появилось очень много различных видов практик психологии, назовем, да? То есть, об этом сегодня, получается, мы не будем говорить вот именно о тех, кто к омланием, да? И поэтому сейчас возникла такая система в России и у нас в Кировской области, в том числе, которая называется Ассоциация православных психологов. В чем, собственно, православные? Это не то, что они гадают на православных картах или еще что-то, а то, что они используют методики, которые в этом отношении современные, используют различные виды арт-терапии, сказкотерапии и прочее. Это все возможно использовать, да? Метафорические карты, это нет? Ну, тут надо как бы разбираться уже чуть больше, лучше с ними говорить. Поэтому я приглашаю в эту Ассоциацию познакомиться с этими людьми, вы, может, найдете свой путь. А второе, как бы сказать, что сейчас очень много есть видов психологии, которые они сами говорят, что вот есть клинические психологи, да, то есть специалисты, они занимаются именно психологией. То есть, в чем разница? Практикующий психолог, он может выписать медицинские препараты. Если психолога, как бы, не профессиональный, он может только посоветовать, как групп на кухне. Менеточку, можно я вас поправлю? Да. У нас как раз, значит, было два потока на курсе. Да. Вот здесь у вас просто может быть неполная информация. И как раз был, значит, после второго курса мы так разделились. У нас пошли часть, это практическая психология. То есть, люди, которые имеют право работать с детьми, работать со взрослыми, работать, например, по подбору кадров, да, и потом клиническая психология. На клиническую психологию пошли те, у кого была специальность врача. Медицинское образование. И они уже пошли, у них специальность уже клиническая психология, то есть психотерапия. И они как раз работают уже как психиатры и психотерапевты. Давайте вернемся... И они могут выписывать препараты, как вы сказали. Давайте вернемся все-таки к гаданиям. Но те другие являются профессиональными психологами. Давайте вернемся уже в части беседы к гаданиям, потому что вот человек, с которым я общался, мы сейчас послушаем ее мнение, она достаточно известный человек в каких-то определенных кругах, я думаю, что ваших точно. Это Кировчанка Иоланта Воронова. Она участвовала в программе «Битвы экстрасенсов» на популярном телеканале, видела все это изнутри. И вот очень интересное мнение у нее есть по поводу гадания в том числе. Давайте послушаем. Я действительно была участницей «Битвы экстрасенсов» 16 сезона. А что мне это дало? Мне это дало позор. Вообще такой специальности гадалка нет, да, как вы понимаете. И экстрасенс, в общем-то, тоже нет. И что там еще бывает? Маг, ведьмак, ведьма. В общем, такого же как бы нет, да. Есть психолог, и, к сожалению, вот каждый второй знакомый мой, который типа экстрасенс, гадалка, маг, говорит, что он психолог. Но я бы еще начала с чего? Первое, с проверки тщательной все-таки дипломов, которые люди либо покупают, либо вообще придумывают. Но это не только в области психологии вообще, да. Какой-то тщательный реестр. Следующее, у них у всех проверять, конечно, а действительно ли он психолог. Но тогда окей, наверное, человек может консультировать, потому что, в принципе, ну, знаете, кому-то стыдно сказать, что я иду к психологу, типа, я же не псих. А вот к бабке пошел вроде что-то такое, знаете, мистическое на себя. Навевает это... Ну, видите, до сих пор, вроде бы, казалось, уже в таком прогрессивном мире живем, а люди как-то стесняются, боятся ходить к психологу. Да, к бабке вроде бы нормально, да, Багин? Поэтому и биток. Можно ли мне... Простите, давайте бы ее расспросим. Да. Слушайте, ну, как минимум нужно упорядочить. Она, ну, вот это, я не знаю, коллега ваша или нет, но она сказала все, что нужно было знать об этом. Там, с точки зрения права, здесь не должно быть никаких сомнений, не должно быть вреда. Раз. Вы хотели рассказать про свою историю, как вы... Вы меня спросили, да, я вам ответил, ну, кто не был у бабушки, ну, кто не любит свою бабушку, да? Ну, вот смотрите, когда я воспитываю своего сына, например, и я даю ему наказ какой-то, но тут приходит бабушка и говорит, ну, вот не надо, ну, вот не надо, и все. И что происходит? Мой сын не получает ту самую важную, ценную, полезную информацию от отца, которого воспитываю, да, и, соответственно, не усваивает урок, идет еще раз на тот же самый круг. То же самое делают милые бабушки, ну, которые я как-то заезжал. Вы доходили к бабушке, да. Конечно, кто не был у бабушки, конечно, заходил, да. Так, что она вам сказала? Ну, она, так сказать, читала молитву, она, так сказать, какими-то движениями со мной там общалась, да. И это был тот момент. А что ты говорила-то? Она вам настоящее говорила или будущее, или советы какие-то давала? Ну, у меня была тяжелая ситуация. Ну, вот сейчас бальзам на сердце, вот, так сказать, батюшки, да. Нарушение духовных законов неминуемо ведет к, так сказать, последствиям. У каждого у вас были последствия. С точки зрения травмы – это тяжелое состояние душевное, духовное, да. Духовная боль, она сильнее, чем физическая. И что нужно сделать? Просто прекратить их нарушать. Но иногда ты не понимаешь, что ты должен сделать, что нет. Или у тебя, так сказать, есть, ну, мягко говоря, ты находишься в прелести, вот, как говорят православные люди, да. И в этом смысле ты, так сказать, пытаешься куда-то идти, что-то вот найти, потому что тебе очень тяжело, да. Это было нарушение духовных законов. Вот есть… Вы пожалели о том, что вы пошли к этой бабушке. Есть смертные грехи, да. Да, что такое? Горет, в принципе… А это давно было? В принципе, это нарушение… Это ошибка, ты совершаешь ошибку, да, программная ошибка, ну, лет, не знаю, 5, 6, 7, 10, как-то так. Почему вы тогда не пошли в церковь, когда у вас была тяжелая ситуация? Я ходил, ну, знаете, церковь, это тоже очень много людей, они сильно разные. Именно там мне, так сказать, ну, не с первого раза кто-то что-то помог. Но, опять же, здесь идет процесс общения с высшей силой, как мы называем Господь Бог, да, и он не дает тебе сразу. Ты же тоже сыну, я вот вчера своему сыну говорю, не-не-не, 10 отжиманий, и только тогда я тебе там что-то сделаю. Не один, не пять, не три, десять. И вот я, видимо, отжимался, хотя бы мне не было дано. Но суть просто в том, что бабушка, она, конечно, помогает, она, конечно, может помочь. И я вам искренне должен сказать, что на следующий день мне было сильно легче. Но, похоже, я не прошел урок, потому что ушел на второй круг. Поэтому вот ее... Не допонял что-то, да. Ну, я пошел на второй круг, и там, так сказать, далее я сделал. Вот, я не сделал нужного урока, хотя получил облегчение. Это знаете, как мы с вами обезболивающее пьем, оно от рака нас не избавляет. Но обезболивающее мы пьем. Вот эта бабушка дает просто обезболивающее. Подождите, здесь вопрос еще в том, что вот Иоланта Воронова говорит, вы же понимаете, что экстрасенсов и магий не существует. А существует? Слов нет. Так, давайте. Я так говорю о бабушке, а здесь элементы шоу-бизнеса. Вопрос возник интересный. Значит, по поводу сначала битвы экстрасенсов и по поводу существуют ли они. Сейчас во мне включился историк, у меня первое высшее историческое. Вот, поэтому, во-первых, по поводу битвы экстрасенсов. Целый фильм снял хороший Моран Башаров, ведущий, о том, что все это красивое телешоу. Я посмотрела, меня спрашивают, смотрите ли вы битвы экстрасенсов? Даже если... Минуточку. Я никогда не смотрю. Почему? Потому что я посмотрела минут 20, я поняла, я как психолог увидела, что они не вот как раз там общаются как-то там с высшими силами. Магию и волшебство. Погодите, договорю фразу. Вот. Как я не уверен, если я этим занимаюсь. Вот. Я договорю фразу. А они, понимаете, они просто вот, как это, под движением глаз видно, они придумывают. Ладно. В общем, Марата Башаров, кто посмотрит, фильм хороший на эту тему, разоблачительный. По поводу того, есть ли магия и волшебство вообще. Значит, как историк говорю. Как, знаете, археологи определяют, нашли они пещеру. В пещере, значит, кто-то жил, какие-то кости лежат, да? Вопрос, а как они определяют? Вот это вот там жили люди или еще обезьяны? А определяют очень просто. Вот тут у меня, ну вот психолог, понимаю, кто у нас психолог? Я одна, да? Ну ладно, тогда я сама отвечу на свой вопрос. Чем отличается животное от человека? Самым главным, у него есть абстрактное мышление. Он может познавать то, чего нельзя понюхать, услышать там и увидеть. Или ему кажется, что он это знает. Сейчас не суть важна. Вот, суть в том, что есть абстрактное мышление. Так вот. Это значит, что чудо есть. Погодите. Это тогда, знаете, как про чудо не к нам, а в церковь, наверное. И поэтому, смотрите, как определяют. Когда есть захоронение людей с орудиями труда, и там с предметами, из чего покушать, например, да, это значит, что люди верят в то, что есть жизнь после смерти. И второй момент. Есть рисунки на стерах пещер. Историк. Разница в этом во всем. Вы очень правы, что так и определяли. Есть у них там понимание того, что есть что-то высшее. И вот разница для нас церковь именно в этом. То есть они обращались, как они понимали, может быть, неправильно, но к Богу, либо они обращались как бы в сатанизм. Вот эта разница. Сейчас вопрос задан был какой. Есть ли магия и волшебство? Конечно. Так вот, и оно есть. Она есть и в том, и в другом случае, понимаете? То есть она есть и в сатанизме, и, собственно говоря, в религии то же самое есть. Я вам сейчас шикарный пример магии приведу, которую делают все матери без исключения. Дед Мороза? Благословляет ребенка своего. Простите, что вы? Дед Мороз – это мужчина. Итак, все матери без исключения занимаются этой магией. Все. Я не знаю такой, который они занимаются. Убаюкивание вы имеете? Вот. Дело в том, что магия… Причем тут магия? Минуточку. Что такое магия? Это энергетическое взаимодействие. Человек с точки зрения школьного курса физики, я беру школьный курс физики, вот, это сгусток электромагнитных колебаний. Ребенок тоже сгусток электромагнитных колебаний. Мама издает звуковые электромагнитные колебания. Позитивных, да? Ну да. Позитивных. И ребеночек впадает в резонанс с ее электромагнитными колебаниями звуковыми и засыпает бедолага. Давайте мы сейчас пройдемся с вами буквально на минутку, а потом продолжим наше обсуждение. Или она просто может помолиться и благословить его. Да, и что думают юристы еще по поводу запрета гадалок и волшебства? Давайте обсудим во второй части нашей программы. В смысле? Запрет магии и волшебства на федеральном уровне обсуждаем сегодня с нашими гостями. У нас в студии психолог и практикующий таролог, специалист по мантике Наталья Новикова, ведунья Екатерина Казакова, протеерей Андрей Лебедев и представитель общественности Багир Шарифов. Ну вообще, почему начали обсуждать на уровне Госдумы, кстати, давно уже обсуждают, да, потому что интерес россиян к такого рода деятелям и услугам значительно возрос. Например, в июле этого года российские телеканалы фиксировали рост интереса россиян к мистическим передачам и эзотерическим шоу. По данным коммерсанта, спрос на такие проекты за последние полгода вырос на 34%. Также россияне стали чаще читать печатные издания по теме эзотерики. Как вы считаете, с чем это связано? Багир? Очень неопределенное время. Без веры сейчас жить очень тяжело. А я так понимаю, что вот подобный посыл, это есть искажение той веры, которая может помогать тебе. Потому что нужно во что-то верить, поэтому люди верят. На самом деле человек все это содержит в себе. Он может, так сказать, это костыль. Он пытается его найти, потому что не хватает собственной личной веры. А я еще видела такое мнение, что стало слишком много просто вот этих предложений на рынке гадалок, потому что люди, опять же, пытаются подзаработать денег, особо не прилагая каких-то усилий. Такой раскинул картишки, хоп, и все, тысяча рублей заработано. Или сколько там, пять тысяч. Сколько берете вы? Ну, на мой взгляд... Я вам потом скажу после передачи. Это же процесс паразитирования все-таки. Потому что человек приходит же с проблемой. Если человек его не решает, проблему... А если он именно к этому специалисту приходит? Если он не решает проблему... Простой пример вам приведу. Человеку хочется похудеть. Надо долго, упорно заниматься. У человека хочется просто прийти в клинику, чтобы ему жир отрезали, и он жил дальше своей жизни. Это тоже как вариант. Понимаете, он это не работает. Он станет еще жирнее, и все это вернется еще хуже. Собственно говоря, духовные практики не есть, но они долгие. Надо этим заниматься. И почему люди идут в магии? Им кажется, что они сделали щелчок, заплатили деньги и получили результат. Как волшебная таблетка. Конечно. Но это тоже не работает. Понимаете, в этом отношении? И поэтому сейчас, собственно говоря, общество набивает шишки. Оно в это окунулось с головой. И теперь оно начинает понимать, что все-таки законы духовные есть. Нужно их соблюдать. Второе. Оно понимает, почему церкви плюют. Почему такие обряды, почему кропят? Потому что, когда нас приглашают в какие-то дома, и там начинают после этих обрядов летать зеркала, и что-то происходить непонятно, и люди этого пугаются, попадают в страх, тогда они начинают приглашать специалистов. А вы верите в мистику? Конечно, оно есть. Мы с мистикой живем в этом отношении. Мистикой доброй, мистикой злой. В этом смысл только один. Чтобы люди пытались искать в своей жизни добрую мистику, добрые чудеса, и жить добрыми духовными законами, и не пытались окунаться в зло. Просто когда они пытаются окунуться в зло, либо считают, что неважно, можно служить злому или доброму началу, лишь бы был результат. Потом это зло начинает в их жизни прогрессировать тысячи раз. Нельзя взглядываться в бездну, потом эта бездна начнет, собственно говоря, жить и в самом тебе. В этом, собственно, весь приз в церкви. Не идите в бездну, пытайтесь идти к свету. Придрих Ницше. Прокуратура Московской области запретила учреждение, которое называлось Международный университет магии и колдовства Хогвартс в городе Ивантиевке. Они хотели слово университет. Это доброе или злое, вы считаете? Хогвартс – это же волшебство. Надо смотреть, в чем была практика. Скорее всего, они стали делать не просто так, а было, наверное, множество обращений людей, которые туда обратились и увидели, что… Мы не получили. Ну, так слово об образовании же как раз еще. То, что вы говорили, что вот учат наторологов и есть дипломы. По поводу образования, значит, смотрите, есть дипломы. Я скажу, что в этой области, которая как раз вот нелицензирована и государством неупорядочена, да, 99% шарлатанов и недоучек. Вот. То есть, условно говоря, вот у меня есть ножницы, я объявляю себя магом. Например, там, парикмахером, простите. Нет, подождите, вы-то, ну, вы ведь прошли обучение не в каких-то тоже, опять же, лицензированных школах. Это же вы у кого-то прошли обучение… Это не лицензируется государством. Так это… Почему вы считаете других шарлатанами, а себя нет? А вы считаете, нужно лицензировать? Я считаю, что я оказываю профессиональную помощь, потому что я профессиональный психолог, я имею право консультировать людей. Вот. И при этом я использую разные инструменты, как те, которые мы учили, так скажем, по психологии, так и астрологию, и магию, и таро, и руны, и так далее. То есть, вы предлагаете, что все это лицензировать, узаконить, вести в правовое поле, и, например, после 11 класса люди смогут поступить в университет магии и стать магистром волшебных силами. Дело в том, что на данный момент это вряд ли. Не смогут. Дело в том, что вот эти все вот явления, да, экстрасенсы, там, чародеи, магия, это все относится к так называемым паранаучным явлениям. То есть, околонаучным явлениям. Почему? Потому что наука на данный момент не имеет инструмента, чтобы это исследовать, измерить точно. И я бы хотела о другом немножко поговорить. Вот, отец Андрей, вы сказали замечательные слова о том, что надо, чтобы было в мире-то, добро, и для человека, чтобы было добро. Так вот, и вот я-то думаю, так считаю, что благодаря действиям людей, представителей общественности, нас всех здесь, да, количество добра в мире увеличивалось. Правильно? Если вы отсушиваете, то кто присушивает тогда вопрос? Погодите, я сейчас про другое. Вы уловите мою мысль. Количество добра в мире увеличивалось. И, следовательно, вот теперь, смотрите, какой интересный вопрос. Тоже и вы задали, что идет человек, например, дело девушка, да, идет делать приворот на молодого человека, который ей понравился. Кстати, приворот их снимать снимаю, наводить не навожу. Да, но, значит, делает приворот на молодого человека, который ей понравился. Вместо того, чтобы подумать, а приворот это что? Это как вот человека взяли, поймали. Это зло, получается? Да, наручниками к батарее приковали. Это уголовный кодекс. Приворот это уголовный кодекс? Нет. Нет, вы говорите про доброе и зло. То есть, если она пошла делать приворот, это плохо? Вы что, серьезно верите в привороты? Я хочу узнать. Может, это вы скажете? Вы верите в привороты? Да. Вы знаете, я это видела. Отец Андрей, подождите. Я объясню, почему я в это верю. Потому что идет определенное энергетическое воздействие. Произносятся определенные слова. Слово имеет силу, батюшка, я думаю, спорить не будет, правильно? Если слово использовано во время... Но если, я не знаю, Ольга Бузова, сколько слов в ее адрес сказано, она уже не должна вообще, мне кажется, жить на этой планете. Суя вспомнила. Если все, что они желали, и материализовалось. А есть те, кто ее любит. Ну, не я, а другие люди. Нет, ну, если каждое слово... Смотрите, если у человека... Я хочу узнать про привороты. Давайте. Конечно, в этом отношении люди, которые обращаются к каким-то, скажем так, к черным колдунам, они пытаются людей влиять на них. Это влияние мы видим. Но, собственно говоря, в том числе в церкви очень много, скажем, практик разных есть, как это остановить, да, скажем, как это убрать. Поэтому в этом отношении церковь изначально говорит, что не лезьте в эту сферу, не пытайтесь с черного входа зайти в духовный мир, и не пытайтесь наручниками человека приколать к себе. Это работать не будет, это будет во вред и вам, и тому человеку, и счастье вы не заберете. Да, это ответственность. На момент Алия говорила, что она снимает привороты, а то есть можно в церкви, да, это делать? Ну, это обычная практика церкви, собственно говоря, там, в том числе... Снять привороты церкви делают? Нет, не... Ну, там обряды... Люди, которые к нам приходят и говорят, там, как бы, например, что вот я там ходила к бабушкам, совершала то-то, то-то, что делать, как это исправить теперь в нашей жизни, да? То есть пришел к вам тот, кто заказывал приворот? Нет, тот, кто попал, собственно говоря. А тот, кто попал, он это не ощущает, он это не понимает. Ну, это тоже может бывать. Поэтому в этом отношении бывают разные ситуации. Я не верю в привороты. Ну, конечно, и просто в этом отношении церковь говорит механизмы, каким образом нам быть с Богом, быть защищенным от воздействия злых сил. Воздействие злых сил возможно на людей, если они ничем себя не защищают, понимаете? Здесь не бывает... Человек не может быть в нейтралитете. Он либо на стороне Бога, либо на стороне противоположной Богу в нашем понимании. Поэтому, собственно говоря, здесь как бы важно, чтобы он не был сознательным, не то что в прямой сатанистом, а человеком, который в этом отношении взял, например, там... Почему церковь против Хэллоуина, да, например, против магии, что нельзя понарошку поиграть в магию. Ты будешь играть с реальными темными силами. И люди, которые понимают, они потом приходят, ой, типа, я заигрался, спасите меня, мне эти сущности не дают жизнь, они мне являются, они в мою жизнь входят, я теперь не могу жить, спасите меня от этих людей. Действительно, шаманизм у нас в культуре некоторых народов присутствует, от коренных народов. Это же тоже магия, нет? Конечно. Как с этим-то быть? Тоже запретить? Об этом написано много житий святых. Например, Трифон Вятский, когда он пришел к нашей почти вятской земле, было дерево, которому все поклонялись. И тот человек не приносил жертвы этому дереву, они все заболевали, либо даже умирали. И Трифон Вятский, помолившись, проведя определенные церковные обряды, срубил это дерево, сказал, что, о, а как ты остался жив? Он сказал, что, потому что я с Богом. Аминь. И этот шаманизм прекратился. Вот как бы простая практика. Этим, конечно, церковь подкупает. Понимаете, как бы в этом отношении? Нет корысти. Поэтому, как бы, под итог, то есть, собственно говоря, вот это слово, что плохо, когда человек занимается магией, считая себя на стороне темных сил и пытается с темной стороны работать с людьми, пытаться… Ну, а если с светлой стороны… А если с этой стороны, у него потом будет два варианта, как я понимаю. Вариант, что либо он признается, что он на темной стороне и останется, либо он уйдет, придет на светлую сторону, станет психологом со всеми практическими навыками, арт-терапией и всего прочего. То есть, белая магия – это психологи, получается? Нет, они должны как бы к этому прийти, вернуться, собственно говоря. Вы говорили, что 99% мошенников в этой сфере. Как отличить? Вот скажите, пожалуйста, совет нашим зрителям и нам. Как отличить шарлатана от не шарлатана, мошенника от не мошенника? Критерии. Хороший вопрос, замечательный. Может, я тоже потом скажу. Конечно, конечно. Давайте чаще всего шарлатан, скажем так, он будет вас запугивать. Что все плохо будет? Да, да. То есть, у вас все плохо. Вот про Олю Бузову мне просто хотелось дополнить момент. Если у человека достаточно внутри, внутреннего света, то идти даже, если какие-то вещи делаются против этого человека, а у него внутри достаточно света, там, Бога верить, во все хорошее, доброе, еще что-то. Вот. То эти вещи, они, ну скажем так, они есть у него, но они на него не действуют. Почему? Потому что любовь в большинстве случаев побеждает все. Хорошо. Запугивание – это первый признак. Второе. Да, это первый признак, это самое, да. То есть, второй. Это, наверное, знаете, для меня это основной показатель, когда человеку начинаешь говорить, ой, у вас все плохо, на вас порча, на вас вот это, вам вот это, вот это будет стоить вот столько-то, да. То есть… А, ну, называть сумму в конце – это мошенник, да? Нет. То есть, у тебя все плохо, ты не ходячая беда, с тебя 30 тысяч. Смотрите, у нас каждая определенная работа, она все равно должна иметь какую-то оплату, да. Почему? Потому что мы живем в физическом мире, мы тоже… Вот насчет этого – это очень интересная история, когда в основном там в интернете все пишут, значит, у нас обмен энергии, я вам погадала, вы мне должны деньги заплатить, потому что тогда у нас равновесие в мире… Так что сбудется, а не заплатишь ничего. Нет, нет, вот. Вот это тоже, вот это второй признак. Это мошенники, да. Тогда, когда у вас все сбудется, тогда, когда вам дают гарантию, что вам 100% это поможет. Как я всегда говорю, у нас, во-первых, мы всегда работаем совместно с клиентом, да, то есть он пришел, неважно, он там хочет… То есть гарантии нет, правильно, да? Погодите, погодите. Гарантии, если я вам даю 100% гарантию, то это, скорее всего, будет вранье. И ответственности нет. Потому что, да, я никогда не дам гарантии никто. Ну, и ответственности нет. И врач, и врач, и доктор, и никто не даст. Ну, и ответственности нет, правильно? Ну, как таковой. Смотрите, ответственность есть за качественно сделанную работу. Да, перед высшими силами, перед Богом мы тоже несем ответственность. Как и у врача. Если, смотрите, человек перебирает что-то, да, допустим, вот по финансам, стоит у него консультация, ну, вот, допустим, 500… Не 500 рублей там, допустим, какой-то расклад стоит 500 рублей. Человек за это берет тысячу, полторы тысячи, пять тысяч. С него за этого спросится. То есть с него будет спрос. Спрос будет от кого? От Господа Бога. От налоговый может быть спрос тогда. Поэтому я самозанятая. То есть я оплачиваю, да, то есть сейчас, слава Богу, правительство, скажем так, нам сделало вот эту самозанятость. Да, то есть я, потому что я все свои доходы, я отправляю, я плачу за это. До некоторых платят налоги, честно, да. Ну, и потому что тут на это дело не оформить, скажем так, да, поэтому то, что я могу, я перевожу. Может быть, признаки мошенников? Значит, признаки, которые назвала Екатерина, это то, что человек… И Александр подсказал, да, что вот это, да, действительно признак. То, что человек обещает стопроцентную гарантию того, что он там все сделает и с одного раза все поможет. Вот. И еще бы я назвала, какие признаки. Когда человек не открывает своего лица, то сейчас же все в соцсетях, да, и когда там вместо лица какая-то аватарка или какая-то там… Кисенька или цветочек. Кисенька, цветочек, картинка, маска, да, и, как сказать, ничего больше особо-то там вот нет, написано, что я там все смогу, все сделаю, на кладбище пойду и вам там все исправлю, да. Вот. А то этот человек, который скрывается, то это уже тоже однозначно он шарлатан. Дальше. То, что касается недоучек. Вот я, как я писала даже пост в интернете на эту тему, да, ВКонтакте, говорю, ребята, вы смотрите, что у человека выложено в соцсети. Во-первых, должно быть его лицо, его имя, фамилия. В-третьих, он должен свои посты писать своими словами. Если он у него только перепост чего-то, либо видно, что он откуда-то это взял, да, то у него даже не хватает, ну, как бы ума написать что-то свое. А если он пишется гидроматическими ошибками, прости господи. Есть курсы, где предлагают за месяц вот всему научить. За деньги. И в магии в том числе. Это всему научиться? Да всему, мне кажется, сейчас можно научиться. Всему можно научить, скажем, быть биоэнергоэкстрасенсом за месяц. Поэтому это еще смыкается с другой новой темой, которая сейчас входит в нашу жизнь. Вот мы говорим только о шаманизм. А сейчас же есть очень много научных курсов личностного роста, где преподают и делают то же самое. Они себя считают на стыке науки, психологии и каких-то там высших сил. То есть это просто сейчас наукообразную форму преподает. Это просто, скажем, такое... Каждый пытается найти какое-то новое брендирование. Тех же классических знаний. Кстати, к слову, есть ли смысл, есть ли запрещать. Дело в том, что сразу перестроятся. Да, а вот мы поговорим с юристом. Давайте послушаем, что он говорил по поводу ответственности. Невозможно проверить качественность подобного рода услуг именно по причине отсутствия каких-то стандартов. Здесь подобного рода деятельность изначально уже нелегальна и противозаконна. Не во всех случаях подобного рода деянин является административным правонарушением. Не во всех случаях оно сейчас является преступным. Однако, каждое подобное роде действие – это есть обман человека, который приходит за подобного рода услуги. И законодательная инициатива, которая сейчас обсуждается, на мой взгляд, она своевременна. И призвана защитить, как минимум, наших граждан, которые зачастую не обладают большим багажом юридических знаний от действий недобросовестных гражданинцев. Ну, вот Яна говорит о том, что если человек, который оказывает такие услуги, преследует цель заработать, то это противозаконно. А если вот бесплатно колдовать? Неужели нельзя наколдовать, сделать расклад и ничего за это не взять? Так еще можно ведь принести вред. И такие услуги тоже есть. Да? Конечно. И тогда это можно, да? Такие тоже люди есть. Либо они, опять же, тоже не понимают, куда они лезут. Которые говорят, принесите нам только продукты. Они очень быстро истощаются энергетически от этих людей. Да нет, есть, которые долго, но просто... Они просто пытаются заработать не денег, а заработать себе какие-то духовные блага, как они считают, за счет этих людей, либо за счет кого-то там, общения с этими людьми. То есть это только таким вот образом работает. То есть это тоже... Ну, они неправы, да? Конечно, в этом отношении. Также они пытаются, многие используют церковь. Самый еще один критерий, который я самый главный вам включил бы в то, что это шарлатаны, если они пытаются использовать церковь. Что надо столько-то свечек поставить, какие-то иконы в эти. Даже мы видим распечатки в церковь приносят. Как обходить по какому принципу перед обрядом церковь, чтобы потом прийти к ним. То есть это тоже еще один критерий, если люди пытаются использовать какие-то вот такие традиции. Например, вы сказали, что там в Госдуме тоже сидят маги-чародеи, да, в том числе... Ну, я предположил, судя по их... Ну, вот с этой инициативой вышли как раз в Госдуму представители вот этих вот профессий. Вот эти вот самые волшебники, маги, колдуны, они пришли в Госдуму с предложением, давайте мы узаконим нашу деятельность. Во-первых, это деньги, мы будем платить все налоги. Во-вторых, это можно туристическую деятельность развивать как-то в некоторых других странах. Надо упорядочить, регламентировать. Если это шоу, значит, это маги-чародеи, шоу-маги, шоу-чародеи, правильно? Если это люди, которые действительно что-то делают, наверное, это образование, и, наверное, это ответственность, не может быть иначе. И при всем моем уважении, даже если вы не возьмете с кого-то денег, если вы ему пожелаете добра, но дадите рекомендацию или совет, которая не просто не сработает, а сделает, так сказать, принесет ущерб, то никакой ответственности вы не понесете, а человек будет, ну, мягко говоря, разочарован. Это же очень сложно сопоставить, что ущерб именно вот из-за этого человека. Ну, подождите, почему я в любой отрасли, конечно, врачи, как они все сопоставляют? Слушайте, мы же сравниваем. Там, мы с местом все, все должно быть прописано. Врачу пришел, выписали таблетки, вроде все правильно. Может помочь, а может не помочь. Это от разных факторов. Там есть инструкция, что врачи, они же у них есть определенные. С врачами тоже самое. Та же история с врачами сейчас есть. У нас в городе есть центры традиционные, нетрадиционные и инновационные. У нас, наверное, мало времени осталось. Мне очень хотелось, знаете, что сказать? Вот почему люди приходят? Потому что, ну, вот к магам-экстрасенсам там всякие обряды. Понимаете, вопрос нравственности, вопрос нравственной, духовной работы над собой. Это в смысле, они сильно духовно развиты по этому? Наоборот. То есть вы считаете, что к вам люди идут не духовно развитые? За гаданиями? Люди идут ко мне, они уже у меня приучены. Я консультирую с 2000 года, ко мне люди ходят уже, те, которые настроены на работу, на духовную работу. Почему они к вам-то идут, а не в церковь? Они в церковь тоже ходят нормально, и я в церковь. Сюда и сюда. С одной другом они мешают. Сейчас вот такое, да, вот есть дуализм. Мне кажется, это дополнение, потому что где-то ты можешь помочь подсказать. В Ёжкороле были, тут храм стоит, тут же березка вся ленточками украшенная. Красота. Ну это такой бытовой магизм у нас в жизни такой, у многих есть. И я-то хочу поднять ту проблему, что, понимаете, вот если человек настроен духовно трудиться, нравственно трудиться над собой, над духовным развитием, духовным совершенствованием, он не будет искать легкой, как сказать, вот этой вот таблетки, да, и он попадет в руки мошенников-то. Вот в чем дело. Каких угодно. Для меня это все мошенничество, вот это вот гадание, все это, все для меня. Ну начинается уже с гороскопа все, у нас как бы нет газет, телеканалов и передач, где бы не было гороскопов, да? Мне кажется, это просто такая развлекушка. Ну ты же как-то доверяешь. Ну, подожди, я вот жду гороскоп, например. Нет, я хорошая, тебе сказали, что сегодня день будет удачный, ну и прекрасный. Да, и я иду на работу. Я вижу только, скажи, мое зрение выхватывает только хорошие моменты, плохую она отодвигает. Судьбу мне, конечно, судьбу мне кто-нибудь сегодня предскажет или нет? А мы не успеваем, а судьбу не хватит. Я предскажу, все будет хорошо. Вот, я согласна. Все будет худшему. Вот как вы думаете, если мы сейчас запретим, у нас гадалки и экстрасенсы исчезнут, если на законодательном уровне запретить? Не, они просто по-другому назовутся, и будет все то же самое. Потому что спрос рождает предложение, и никак не наоборот. Ну так может тогда вот и у вас, у вас написано, что, я вернусь к тому, о чем мы говорили, что психолог и всевозможные дополнения. Так может быть мы будем психологами и приучать будем людей ходить к психологам. Если будет хорошо, и они ходить... Значит, удивительно, слово психолог, вот корня психея. Психея – это душа. Что наука знает о душе? Ну только то, что там какое-то количество миллиграмм при, так сказать, отходе человека в новый мир, оно исчезает. Не более того. Ну поэтому, ну должен сказать, что мне, к сожалению, ни бабушки, ни психологи не помогли. Ну вот, к большому сожалению. А психологи с таким же шарлотаном, как и Рассенсовым. Ну, как бы, для меня это все, вот этот цех, он значительно сомнительный. Психология – это ведь наука все-таки. Ну да, это наука. Официально. Ну наука о чем? Вот по поводу того, что врачи и психологи не помогли, можно анекдот разобраться? Что такое душа? Что-то долго говорить. Да, наверное, часа два. К сожалению, время у нас закончилось. Спасибо вам, что вы нашли время. Пришли сегодня, озвучили свое мнение, поучаствовали в нашей дискуссии. Я напомню, что у нас в гостях были психолог, практикующий таролог, специалист по мантике Наталья Новикова, ведунья Екатерина Казакова, протеерей Андрей Лебедев и представитель общественности Багир Шарифов. С вами были Надежда Ведерникова. И Александр Вашмакин. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова